Состоятельность и непризнание определенных кругов самого допущения своих ошибок, как писал Соловьев, они уже решительно в состоянии, не в состоянии, вернее, сойти со своего места. Если новые теории и выводы противоречат их собственным взглядам, они уже ничего не признают, закрывая глаза, затыкая уши, ругаясь и обругивая последними словами, бегут, как от чумы от всего нового, как учил Гаутама Будда. Да простит он меня. Все беды человечества лежат и происходят из ограниченности и невежества нашего. Невежда ценит то, что надо недостойно быть ценимым. Всю жизнь мы гоняемся за ничтожными ценностями и прием на самое важное. Не стремимся к постижению тайн человеческого бытия и судьбы. Естественно, это все имеет множество аспектов и обширно охватывает все связанное с человеком. От а до я, как говорится, история. По-моему, после правильного и гармоничного воспитания в человеке общей связи духа-тела, но не наоборот, история определяет все наше существо, направляя его как к деградации, так и, возможно, к прогрессу, высшему развитию. Понятно, без определенного исторического мифотворчества государство и народ невозможны. Вот мы и имеем то, что имеем, а также имели все народы и общества, бывшие и ныне исчезнувшие, а также их зашоренные тупые потомки-наследники. Примеров множество. Такое ощущение нам дается возможность, образно говоря, перерабатывать тысячи, миллионы дорог, но ни одна из них на сто процентов не даст верную дорогу, верный путь. Все ложь, все двусмысленно и все кратковременно и ведет к последующей деградации и определенному заранее вымиранию и исчезновению. Пифагор, он тут нами использовал не как авторитет, хотя он величайший авторитет, а только как цитируемый автор. После того, как очистишь душу свою совершенно, станешь ты Богом бессмертным, смерть разновившим с топою. Вот и прими такую вещь, осознанно со всем этим соглашаясь, понимаешь, как ограничен человек. Приближение и даже элементарно продвижение, начертанном еще пифагором направлении. Вся наша самодостаточная, казалось бы, полнота реальности с этой точки, то есть постижение духа, выпухло показывает полную нищету, безграничную нищету нашу. Наша реальность ничего не знает об ином, она линеарно, упрощенно закреплена догмами и различными табу. Все, совершенно все, что мы знаем о самих себе, с точки зрения высших сил, с точки зрения высшего знания, лишено всякой ценности. То есть нет возможности стать на путь совершенствования. К возрождению у нас стремление стать Бога-человеком. Религии отупляют нас, толкают нас просто и уверенно на путь демонизации и деградации. Христианствующие учения от Моисея до Бутты – это дорога в никуда. Наша смертоубийство. Кровь на время замораживают людину. Он в страхе замирает, осматривается округлив глаза, но затем с новой силой бросается в омут деэволюции. Дух не нуждается в такой реальности, основанной на ложном мифотворчестве. Такая реальность мгновения в вечности и уже при появлении своем обреченном на самопожирание и исчезновение в муках всевозможных страданий. Наша история – это профанация, правдивая история, навязанная нам для сокрытия от разоблачения и выявлений лжи. Профанический сон неминуемо обречен, к сожалению. При определенных бурных событиях вполне возможна смена одной профанации на другую, еще более жесткую и навязчивую. Сейчас так называемое беззрение – все может качнуться в ту или иную сторону. Технологии, даже супертехнологии вполне могут оказаться еще более давлеющими и нивелирующими человеческую личность, отбрасывая ее так далеко от настоящей цели. Технологии, даже супертехнологии вполне могут оказаться еще более давлеющими и нивелирующими человеческую личность, Отбрасывая ее так далеко от настоящей цели, то есть создания Бога-человека, превращая в армалетно-тупое муравьино-подобное сознание Наше время, то есть без времени, это пропасть между реальным, абсолютно божественным, чем мы не только могли, но обязаны были стать Но наверняка уже никогда не станем и деградационным, полуживотным, хоть и технологическим бытом Это пропасть между пробуждением Все в нашей жизни служит этой цели, естественно, цель не одна, разная в этом движении Ниже о ней было сказано достаточно, правда, истории служат по достижению нашей возможности найти эту цель и ее достигнуть